Мировая экономика с высокой вероятностью впадет в рецессию, если США и Китай не достигнут торгового соглашения в течение трех месяцев. Такое заявление сделали аналитики агентства Moody's. Насколько все серьезно и как может сказаться на внешней торговле Беларуси, узнаем у нашего обозревателя Сергея Вулика. Эксперты оценивают ситуацию в мировой торговле как самую тяжелую за последние 10 лет для Беларуси, ориентированной на экспорт. Как понимаем, это не лучшие новости. Деловые отношения во всем мире как никогда хрупкие, отмечают аналитики Moody's. Опрос показал, доверие среди компаний самое слабое с момента окончания финансового кризиса 10 лет назад. Если переговоры между США и Китаем сорвутся, это подтолкнет компании к сокращению найма, безработица увеличится и потребители потеряют веру в экономику. А доллар и российский рубль сегодня на торгах в Минске подорожали и евро подешевел. На завтра установлены такие официальные курсы. Доллар США 2.1414, евро единственный в красном 2.3991 и рубль России 3.2729 за 100 российских по Нацбанку на завтра. По итогам первого квартала, если судить по стоимости валютной корзины, белорусский рубль изменился очень незначительно. За это время доллар подешевел приблизительно на 1,5%, евро подешевел на 3,5%, российский рубль подорожал на 5,5% и в результате около 1,5% прибавляет валютная корзина. Биткоин громко напомнил о себе. Криптовалюта сегодня показала внезапный рост и подскочила до максимума с ноября. Цена примерно за час успела протестировать отметку в 5000 долларов. На данный момент причины столь масштабного взлета цены биткоина не ясны. Скорее всего, один или несколько таинственных крупных игроков начали закупки криптовалюты, что и привело к движению цены. А Федеральная антимонопольная служба России предлагает обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. По замыслу ведомства, это поможет в борьбе с так называемым зарплатным рабством. Это когда компания, выбирая банк для выплаты зарплаты своим сотрудникам, чаще всего ориентируется на банкоматную сеть. Чтобы дать им возможность более спокойно выбирать, ФАС предлагает обнулить комиссии за снятие денег в банкоматах, не принадлежащих банку, который выпустил карту. И у меня все заметно в экономике этого дня. Спасибо. Это был обзор главных экономических тем от Сергея Волика.